В этом году мы так-то не планировали выпускать тематический видосик, однако возникла острая необходимость пошить теплый и уютный домик для вот этих ребят. И не долго думая, я решила совместить приятное с полезным. По канону буду шить красивый дом из флиса. В качестве выкройки беру обычный лист бумаги формата А4 и два раза переношу его на ткань с припусками. В дальнейшем это станет крышей. Далее беру свой лист и складываю его пополам, получая бумажку форматом А5 и тоже переношу на ткань. Это будущее донышко. Далее беру свой лист, нахожу центр и от него откладываю вверх 10,5 см. Соединяю края с точкой плавной дугой и получаю деталь задней стенки. Всего у меня получилось 6 деталей из ткани с припусками. Чтобы дом хорошо держал форму, я взяла листовой поролон толщиной 1 см. Переношу на него очертания трех своих деталей, но уже без припусков. Возвращаюсь к деталям из ткани. Беру две самые большие. Они в дальнейшем станут крышей, а это значит, что их можно задекорировать. Если вы не страдаете жаждой кастомизации, то мотайте вот сюда. А все остальные продолжают смотреть, как я переношу свои почеркушки с бумаги на белый флис. По принципу аппликации добавляю черепушкам глазницы и дыры для носов. Мелкие детали было решено пришить вручную. А сами черепушки я разместила на лицевой части одной из деталей крыши, приколола их булавками и пришила на швейной машинке. Для этого в настройках машины я выставила широкий зигзаг с минимальным шагом. И вот такая почти что заводская красотища у меня вышла. Лишние нитки долой и можно сшивать детали крыши. Здесь поприветствуем всех тех, кто решил пропустить этап с декором. Складываю детали лицом к лицу и прошиваю, оставляя отверстие для выворачивания и запихивания поролона. Ой, а что это тут у нас? А это наш телеграм-канал. Пока на ютубе у нас затишье, там всегда движуха. И с боевым кличем за кадром я все же смогла засунуть внутрь детали поролон и распрямить его. Отверстие для выворачивания зашила около потайным швом. Со стороны будущего входа проложила строчку, отступив один сантиметр от края, чтобы поролон меньше ездил внутри. Далее по плану было просто просрочить черепки по периметру, чтобы придать им объем. Но моя машинка тупо отказалась это делать. Хотя днем ранее спокойно осилила аналогичный тестовый домик из таких же материалов. Да, я явно переоценила возможности моей швейной машинки, она не справляется. Но меня таким не испугать, поэтому я прошила вручную и вот так объемненько у меня в итоге получилось. Крыша готова. Теперь займусь матрасиком. По аналогии с предыдущей деталью прошиваю по периметру, поворачиваю и запихиваю поролон. Точно так же поступаю с задней стенкой. С матрасиком мы еще поколдуем. Крысы очень любят пробираться в пустоты между тканью и поролоном, поэтому на полу мы лишим их такой возможности. Я прокладываю параллельные прямые строчки, каждый раз отступая ширину своей лапки. Детали готовы, можно собирать домик в кучу. Скрепляю все между собой зажимами и вручную сшиваю ниткой в два сложения. И вот такая теплая нора для сезона в ожидании отопления у меня получилась. Больше идей для грызунов ждут вас в отдельном тематическом плейлисте, а я посылаю лучи добра нашим невероятным бустерам, которые помогают этому каналу оставаться на плаву. Вы просто котики. Будьте лапочками, правильно одевайтесь в эту обманчивую погоду, а я пошла пить малиновый чай. До свидос. Субтитры создавал DimaTorzok